Нежный, проникновенный голос балалайки. Этот ключик с первых секунд вскрывает сердце слушателя, а потом его подхватывает поток знакомой с детством музыки. Чайковского, Римского, Корсакова, Бородина, Рахманинова, который исполняется на русских народных инструментах и при том звучит на языке 21 века, благодаря современным аранжировкам Андрея Антипова, руководителя ансамбля «Бисквит». Например, мы использовали в Чайковском, в «Щелкунчике», в интродукции этого шоу, использовали некий такой метод сэмплирования диджейского. Сначала вообще непонятно было, как это реализовать, но в итоге мы реализовали это достаточно интересно, и получается каждый инструмент, он, играя одну попевку, переходит на другую, оставляя эту попевку в электронном звучании, и таким образом под конец произведения звучит целый оркестр. Инновационный проект задуман смелой шестеркой музыкантов ансамбля «Бисквит». Ребята уже 19 лет экспериментируют на стыке стилей в жанре кроссовер и задачи соединить Музорского и Стравинского в одной композиции «Баба-Яга в Кащеевом царстве» или придумать для оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова. Партии саксофона и контрабас балалайки их не пугают. Мы играем третью песню «Леля» Римского-Корсакова «Снегурочки», и туда надо было придумать партию установки, и она, ну, несколько необычна, потому что это, ну, Римский-Корсаков основывался на народных мотивах, там просто я играю вот так. Давнее сотрудничество «Бисквита» с солистами Мариинского и Михайловского театров породило множество инновационных номеров. А победа в конкурсе грантов Фонда культурных инициатив помогла реализовать идею и сделать показы оперы а-ля Ру с бесплатными для петербургского зрителя. Другой значимой частью проекта стали детские мастер-классы. Мы исполнили для детишек несколько номеров из нашей программы. У нас был такой даже интерактивный номер, где мы научили одного из слушателей вот в прямом, как-то в режиме онлайн. Сыгрательная балалайка, есть такая полька-шарманка Шостаковича, и вот мы показали там достаточно несложные варианты исполнения, и ребенок сыграл вот соло с нашим ансамблем. Популяризация русских инструментов для «Бисквита», побывавшего с гастролями в 65 странах мира и носящего звание «Посол русской культуры – дело чести». Отец русских сезонов Сергей Дягилев, юбилею которого посвящен проект, в начале 20 века показал в Европе музыку и балет. А русскую балалайку почему-то обошел в страну, и удивляется Андрей Антипов. Зная историю Андреева, который в то же время, в начале 20 века, взорвал просто весь мир Андреевским оркестром, русских народных инструментов, и в Париже он тоже выступал, почему-то Василий Алексеевич Андреев и Сергей Дягилев вместе ничего не сделали. Хотя Шаляпин выступал с Андреевским оркестром и пел в русских сезонах, но вот вместе они почему-то ничего не создали. И, возможно, если повернуть время вспять, то, может быть, мы таким образом восполняем вот этот пробег. Знаменитые куплеты Мефистофеля из оперы «Гуно» ассоциируются с образом Фёдора Шаляпина. Роль злого духа считалась главной творческой удачей знаменитого русского баса. Хотя сам Шаляпин так не думал, уверяет солист Мариинского театра Дмитрий Григорьев. Он видел образ Мефистофеля практически без одежды, потому что он считал, что это такое существо, одевая который в одежду человеческую, ты его приравниваешь к человеку. А он видел в нём что-то такое первородное, что-то извергнутое непонятно откуда. В опере «Аля Русь» музыкальные образы дополнили видеоинсталляции картин известных русских художников. А в финале премьерного шоу прозвучали настоящие церковные колокола. Впереди ещё четыре концерта. Последний в Академической капелле пройдёт 27 марта накануне 150-летия Сергея Дягилева. Анастасия Томила, Линда Черкасова, Олег Подьячев, Ангелина Введенская. Первый канал Петербург.